Вот на этом месте в давности, где сошлись пути дороженьки, поселил все люди, смекались, никому пока не ведомы. Артисты Щелковского театра с композицией, посвященной 500-летию упоминания Щелкова в исторических документах, приветствуют участников смотра программ любительских коллективов на присвоение званий народной и образцовой. Все претенденты ранее подготовили резюме с описанием достижений за годы работы, видео с выступлений, пока спектакли – завершающий этап. В Щелково со своей программой приехали коллективы из различных уголков Московской области. Спектакли проходят как в малом зале, так и на главной сцене Центрального дворца культуры. Артисты из Талда, Мореутова, Воскресенского, Лыткарина, Клина, Раменского и Щелкова выступили с постановками перед экспертной комиссией, в состав которой вошли педагоги театральных учебных заведений, методисты и работники Министерства культуры региона. Пользуясь случаем, хотелось бы передать фонд Министерства культуры Московской области два издания, которые мы подготовили специально к 500-летию. Это первый альманах, первую часть «Нити времени». И в этом году мы празднуем большой юбилей 220 лет усадьбе Фрянова. Ну и намекнуть, что город Щелково готов стать центром театральных всех событий. Дорогие друзья, я хочу поблагодарить в лице Анастасии Анатольевны всю команду работников культуры городского округа Щелково, потому что на самом деле, если бы не эти люди, наши коллеги просто приняли на себя огромную ответственность. Вы вправе носить звание «Театральная столица Подмосковья», я думаю, что никто с этим спорить не будет. Несмотря на то, что у нас много звездочек в области, но Щелковская команда всегда с нами, всегда поддерживает. Спасибо вам за это огромное. Спектакль по щучьему велению показал кукольный театр «Живые перчатки» Медвежоозерского дома культуры. На протяжении 40 минут зрительный зал был погружен в удивительную атмосферу. «Постой, постой, что ты сказала? Отпусти меня, Емеля, знай, тебе я пригожусь, коли в речке окажусь. Отпусти, река мой дом, там детишки подальдом. Вот чудеса! Щука разговаривает!» Я всегда говорю своим ученикам, что взрослых не бывает. Это просто слегка повзрослевшие дети, и мы должны как бы удивить их тоже, чтобы их вернуть немножко в атмосферу вот этого детства. Комиссия отметила высокий уровень выступления театра «Кукол». Коллективу 10 лет. В нем играют ребята разных возрастов – от дошкольников до подростков. Кукольный театр – участник всероссийских конкурсов, благотворительных акций. Коллектив часто радует своим творчеством воспитанников детских садов и сейчас уже начал подготовку к Новому году – одному из самых ожидаемых праздников. Субтитры создавал DimaTorzok